Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами уже из пятницы переходим в субботу, но все-таки некоторые события пятницы я хотела бы еще сейчас отметить. Дело в том, что когда Иисус стоял перед Пилатом, то Пилат накануне, его жена увидела сон, который говорил о каких-то последствиях, если распят будет Иисус. И она просила, чтобы он ничего не делал этому праведнику. И Пилат в этот момент дал одно из распоряжений, которое, кстати, не всем известно, что если вдруг он воскреснет, как говорил, то мое изображение не печатайте на монетах. Это была великая честь, оказанная римским представителям власти для того, чтобы отметить их. И Кесарь это делал, поднимая, повышая статус человека какого-то из градоправителей. И Пилат как раз попал в это число, и должны были его изображения печатать и чеканить на монетах. Но его распоряжение, как на самом деле и произошло, в истории обнаружены те монеты, когда на одной стороне была изображена сама часть монеты, которая говорила, сколько она по достоинству. А с другой стороны была пустая сторона, что, в общем-то, нетипично для монет. Поэтому сам Пилат исполнил свое слово и отказался от этой чести. Но для нас с вами теперь надо понять, друзья, что же там происходило, когда Пилат задавал вопросы Иисусу, «Ты ли есть Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал «Я». «И вы узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на благах небесных». Мне очень нравится этот текст, потому что Иисус уже прошел через страдания в своем сердце, уже прошел в своем понимании, в сути вещей. То есть впереди вроде еще Голгофа, впереди еще все истязания, а он уже видит то, где будет одесною славы, одесною силы явлен этому миру. Так легко проходить страдания или легче, когда ты знаешь ради чего. И поэтому Иисус это видел и дает нам пример, друзья, чтобы мы с вами могли сквозь обстоятельства видеть итог. И это дает вдохновение, это поднимает крылья, это на самом деле и окружающих людей убеждает в силе самого человека, который знает, кто он, для чего он на этой земле и куда идет. Иисус дал в этом колоссальный пример. Но на самом кресте, когда надо было также выдержать определенные искушения, были два разбойника. Один справа, другой слева, который один сказал, спаси себя и нас, мы же вместе тут страдаем. А другой говорит, мы-то за свои грехи, а он-то вообще без греха и сейчас проходят такие же самые страдания, испытания. Поэтому помяни меня, Господи, когда будешь в раю. На что получил потрясающий ответ, ныне же будешь со мной в раю. Это очень сильное слово, друзья, как раз накануне того, что произошло уже как воскресенье, но перед смертью он успел еще спасти человека, который, в общем-то, ни на что не рассчитывал. И поэтому перед смертью тоже можно успевать покаяться, если благость Божья дается человеку к покаянию. Но к моменту, когда Христос уже умер, мы читаем еще один момент в 15 главе Марка. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Римофеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божьего. И осмелился войти к Пилату, просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер. То есть Иисус умер достаточно быстро. Когда еще могли мучиться окружающие разбойники, он уже был мертв. Его положили в тот гроб, который как раз Иосиф из Римофеи отдал. И женщины видели, где полагалось тело Иисуса. И поэтому рано утром, на рассвете, они пришли, чтобы помазать его тело опять же миром. Но камень оказался отвален. Итак, друзья, суббота – это уже момент, когда он находится в покое. Иисус находится там, где вроде бы привалили камень, вроде бы поставили печать, вроде бы уже все, стоят римские воины. Но Иисус в это время находится не в гробе. А где? Тело какое-то время там еще лежит, но его дух опустился в преисподние места земли. И там он забирает ключи ада и смерти. Вот что для нас суббота. Это покой, это понимание, что за нас совершается колоссальная победа. Ад получает поражение. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сегодня с этим настроением можем вступать в новый день, понимая, что на самом деле, тогда, когда все в покое, тогда, когда, казалось бы, у гроба стоит стража, но есть действие, которое не может никакой стражник изменить. В этот момент смерть получает поражение. В этот момент ключи ада забираются. Я благодарю Тебя за это понимание. Я благодарю Тебя, что мы также можем сегодня верить и знать, что над нами смерть не имеет власти. И если тело, оно и останавливается смертью, то Дух, Он вечно с Тобой. И я благословляю сейчас каждого человека, кто проходит через трудные моменты своей жизни, может быть, потери близких, но дай эту надежду и понимание, что ключи ада и смерти забраны. Благодарю Тебя, Господь. И благословляю сейчас каждого телезрителя, каждого участника этой программы, чтобы мы могли вступать в субботу, но с пониманием, что в это время покоя победа уже произошла. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»